Гимнастки Оксане Костиной не было равных на чемпионате мира 1992 года в Брюсселе. Она получила абсолютно всё золото. После триумфа в Брюсселе весь мир восхищался мастерством и артистизмом этой талантливой спортсменки. Безусловно, у неё могло быть большое будущее, но жить ей оставалось всего несколько месяцев. Оксана Александровна Костина появилась на свет 15 апреля 1972 года в Иркутске. С 7 лет девочка занималась художественной гимнастикой. В 10 лет её тренером стала Ольга Буянова. Буянова всерьёз взялась за перспективную девочку. Она решила сделать из неё чемпионку мира и добилась этого. Уже через два года совместной работы Костина ярко заявила о себе. Выиграла всероссийские соревнования, проходящие в Пензе. На своём первом чемпионате мира в 1989 году 17-летняя гимнастка завоевала серебро в упражнениях с мячом и золото в командных соревнованиях. Через два года на чемпионате мира в Афинах Оксана получила золото в командных соревнованиях. На чемпионатах Европы Костина тоже показывала прекрасные результаты. В разные годы она заработала четыре золотых медали. В 1992 году Оксана должна была отправиться на Олимпийские игры в Барселону. Её уже официально включили в список. Но выступить на Олимпиаде девушке не удалось. Случился громкий скандал. Непосредственно перед играми Костину заменили на её подругу Оксану Скалдину, тоже очень талантливую гимнастку. Разочарование после несбывшейся Олимпиады было велико. Оксана даже подумывала уйти из спорта. Но Ольга Буянова уговорила её принять участие в чемпионате мира в Брюсселе. И это был триумф Оксаны Костиной. Ни одной золотой медали она не уступила соперницам. После столь яркой победы выступления гимнастки были расписаны на год вперёд. Но она успела совершить только турне по городам Франции. Костина познакомилась с 23-летним пятиборцем Эдуардом Зиновкой. Молодые люди понравились друг другу, начали встречаться. Виделись влюблённые нечасто. Оба были постоянно заняты на тренировках и выступлениях. 11 февраля 1993 года Оксана и Эдуард увиделись после долгого расставания. Сели в его машину и вот что произошло дальше со слов самого Зиновки. Ехали не быстро, километров 60-70 в час, и асфальт вроде не был скользким. Поэтому до сих пор не могу понять, как вылетел на встречную полосу. Видимо, я попросту отвлёкся, ведь мы долго не виделись. Машину словно втянуло в пылесос. У Оксаны не было шансов. Оксану Костину похоронили в Иркутске. По настоянию мамы и сестры спортсменку положили в гроб в свадебном платье и фате. Выйти замуж она так и не успела. В её родном городе до 2008 года проводился турнир памяти Оксаны Костиной. Эдуард Зиновка смог восстановиться и даже завоевал серебряную медаль на Олимпиаде 1996 года в Атланте. Тренер Ольга Буянова посвятила своей воспитаннице книгу под названием «Оксана. История великой гимнастки глазами её тренера».